О главных событиях этого дня к этому часу. Переворот в Турции мог быть инсценирован правительством. В Ереване вооруженные люди захватили отделение полиции. В США прекратили вылеты для ударов по ИГИЛ. Проповедник Фетхуллах Гюлен, сторонников которого турецкое руководство обвинило в причастности к организации попытки военного переворота, заявил, что мятеж мог быть инсценирован самим правительством страны. «Я не думаю, что мир верит в обвинения, сделанные президентом Турции Раджипом Таипом Эрдоганом. Существует вероятность, что это был постановочный переворот, который мог быть предназначен для дальнейших обвинений в адрес гюленистов». На вопрос журналиста из Дания о том, вернулся ли бы он в Турцию, если бы переворот всё же был совершён. Гюлен ответил утвердительно. «Он сказал, что скучает по родине. Однако для него существует один важный фактор, которым является свобода. Я здесь далеко от политических проблем Турции, живу с моей свободой», добавил он. Группа оппозиционеров сегодня захватила полк патрульно-постовой службы полиции в Ереване и требует отставки властей Армении. Об этом сообщает ТАСС. Ранее СМИ писали о намерениях оппозиционной группировки изменить обстановку в Армении посредством вооружённого восстания. Однако спецслужбы Армении опровергли сообщение о восстании в Ереване. «Сегодня утром группа вооружённых лиц проникла на территорию полка патрульно-постовой службы полиции Армении и под угрозой насилия удерживать находящихся там людей», – говорится в заявлении. Одновременно их сторонники через СМИ и социальные сети периодически распространяют дезинформацию о начале вооружённого восстания, захвате зданий и строений. Также СМИ сообщают о погибших и раненых, однако их точное количество не уточняется. Сейчас автомобили полиции, бронемашины и военные грузовики полностью заблокировали подъезд к полку патрульно-постовой службы полиции Армении. В свою очередь, министр национальной безопасности Армении Давид Шахназарян заявил в эфире «112 Украина», что захват произошёл около пяти часов утра. Есть информация, что в заложниках находятся двое полицейских. По словам Шахназаряна, захватчики имеют достаточно большое количество оружия, а не в бронежилетах. Как пишет Арминфо, по неподтверждённым данным в ходе вооружённого нападения нападавшие взяли в заложники офицера полиции Армении. Ранее местные СМИ писали, что при захвате здания полиции в Ереване один человек погиб, ещё несколько ранены. США приостановили авиаудары по террористической группировке Исламское государство в связи с закрытием воздушного пространства Турции передаёт агентство Францпресс со ссылкой на американского чиновника. По данным агентства, военные самолёты не будут вылетать с военной базы «Эрджелик». Ранее сообщалось, что турецкие власти перекрыли доступ на базе и обесточили её. На этой базе, расположенной в провинции Адана, дислоцируются самолёты стран, входящих в международную коалицию во главе США и участвующих в воздушной операции против исламского государства. Накануне в Турции военные попытались совершить государственный переворот, однако руководство Турции заявило, что эта попытка провалилась. Турецкий премьер Бен Алиилдырым заявил, что воздушное пространство страны закрыто и пообещал, что все самолёты, которые взлетят без разрешения военного командования, будут сбиваться.